Когда? И закончился. Тут система стоит. Нет, здесь просто вот начинается, вот здесь начинается лес. Все, зашли и до свидания. Угу. Ну, там будет еще немножко, я смотрю там, видите? Вот. Значит, у нас какое право? Это такое дело, что, ну, допустим, что бы ни происходило, наверное, на корабле, да, на яхте, не важно тогда, капитан за что отвечает. На вахте он, не на вахте, да, не важно. Если что-то случилось, он отвечает перед Богом, судить его буду, да, если что, как случилось, да, вот и так далее. Ну, у капитана есть определенная тоже власть и определенная бедность, да. и полномочия. Одно из полномочий, к которому некоторый народ пользуется, это, конечно, заключение брака. Да? Вы хотите заключить брак, да, мы находимся в нейтральных водах, в нейтральных водах, да, это правда. И вдруг, вот захотели жениться, выйти замуж, ну, тогда капитан уже вправе, да, заключить. И это официально будет? Это заносится, значит, в судовой журнал. Делается выписка из судового журнала. И с этой выпиской люди идут в ЗАГС и оформляют уже дальше все документы. Так что это на законном основании. Так что. Я уже знаю, где Этька будет жениться. В нейтральных водах. В нейтральных водах. Мы повенчаемся, да. Да плывет быстро. Да. Ха-ха-ха. Так-так. Емский. И еще оказание первой помощи, конечно, оно разумеется. Так что дисциплин на самом деле много. И чтобы вот по каждой дисциплине хоть мало-мальски какую-то информацию иметь, это надо было листать, лопатить полностью. Я уже не говорю про ветер, да. Какой ветер там. Как и сообщалось за бортом различные действия. Из, по-моему, если не ошибаюсь, из Риги нарухнул. 50 миль получается, да. Погиб капитан. А почему? А у него в команде получилось так, что никто вообще не знал, что такое пауз, как вообще на легче себя вести, что-то такое, как с ней не работало. А была волна, был ветерок, поддувало, что называется. Он полез на нос яхты, что-то надо было ему сделать. Вот. Волну его подкинуло, выкинуло за борт. И всё. А пассажиры не смогли ничего сделать. То есть они не знали, как подойти, как что-то. Ну, то есть, на самом процессе. Вот. И вот таким образом погиб человек капитан. Я считаю, что он погиб, прежде всего, из-за того, что он не одел спас-жилет, не пристегнулся, ему на голову пристегнулся, так как знал, что на борту, скажем, все чайники, значит, ты работаешь один, тебе никто не помогает. Всё, да. Значит, веди себя соответствующим образом. Вот, пристегнись, одень спас-жилет, и тогда только лезь на ночь. Да. Что-то делать. Ну, человек проигнорировал элементарные требования, и вот, за это поплатился жизнь. Жалко, конечно, но, что-то двадцать. Тут как бы сами надо. Да-да. Мотайте на ус. Ну, у нас всё замечательно. Смотрите, какая шикарная погода. Шикарный танкер себе. Пойдём потихоньку, малым ветром, без проблем, параллельным курсом с танкером. Почувствуйте разницу. Да-да. Хороший денёк, приятная погода. Такое в конце лета редко бывает. Да-да. Сказали, что сентябрь месяц вообще будет тёплый. Ну, это тоже, как мы распорядимся, так и будет. Это когда все девки на пляже, мужики работают? Да-да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова